В этом видео я хочу вам рассказать о том, как выбрать электрический нагреватель для отопления своего дома. Допустим, вам надо приобрести электрокотел. Вы приходите в магазин и вы не знаете, как его правильно выбрать, на что в первую очередь обращать ваше внимание. Сразу хочу сказать, что обращать надо внимание на паспортные данные, на активную мощность, которую сможет выделить этот электрокотел. К записи этого видео меня подтолкнул рассказ одного моего хорошего знакомого, который также решил установить электрокотел в своем доме. Я пришел в магазин, и вот консультант ему говорит, вот этот электрокотел самый экономичный. Но меня, конечно, это вызвало улыбку. Должен вам открыть страшную тайну. Экономичных электрических котлов нет. Ну нет, просто-напросто. Что такое электрокотел, электронагреватель? Это всего лишь преобразователь. Он преобразует электрическую энергию в тепловую. А уже вот это тепло, преобразованное из электричества, мы используем для обогрева нашего дома. Поэтому, если вы выбираете электрокотел, то вам надо знать, какой мощности выбрать этот нагреватель. А потом уже, исходя из своих финансовых возможностей, либо из других каких-то критериев, выбирать либо индукционный нагреватель, либо котел на тенах, либо инфракрасный, либо плинтусный, либо теплый пол какой-то. Это уже вторичное. А вот как определить мощность, какую вам надо для отопления вашего дома. Вот для этого я использую вот такой вот симпатичный декоративный светильник, видя такого домика. И давайте предположим, что вокруг этого дома температура минус 30, очень холодно, зима. А нам надо, чтобы внутри, в помещении, в комнатах было плюс 25, не меньше. И вот, знаете, что для каждого дома существуют определенные тепловые потери. То есть тепло выделяется через стены, через окна, через чердак, через крышу, через фундамент. Оно теряется, выходит на улицу. И все это можно выразить в мощности тепловых потерь. Эта мощность теплопотерь измеряется также в единицах мощности в ваттах. И предположим, что вот этот наш дом очень холодный. Стены тонкие, кирпичные. Крыша не утеплена, чердак. И теплопотери составляют 10 кВт в час. То есть каждый час через стены, через всю поверхность вот этого дома теряется 10 кВт энергии. И чтобы отопить вот этот домик, чтобы у нас внутри было плюс 25 стабильно, нам надо восполнить вот эти тепловые потери. 10 кВт каждый час нам надо восполнить. Поэтому нам надо выбрать электрический котел, естественно, мощностью не менее 10 кВт. Если мы выберем мощность ниже, допустим, 8 кВт, у нас температура в доме начнет постепенно снижаться. Большую мощность, конечно, выбрать можно. Тогда у нас температура в доме даже будет выше 25 градусов. Можно установить любой терморегулятор и поддерживать вот эту температуру на уровне 25 градусов. Но вот такой холодный дом с тонкими стенами, когда тепло просто теряется, улетает на улицу, мы топим, грубо говоря, улицу, он будет выглядеть вот так. Вот я включил светильничек. Вот тепло теряется, дом прозрачный. Оно исчезает через все конструкционные элементы дома. Холодный дом. Если посчитать, то это 10 кВт в час, это 240 кВт в сутки. За месяц это еще надо умножить на 30. Это составляет чуть более 7000 кВт в час. Нам надо будет потребить электроэнергии, чтобы у нас в доме было плюс 25. Но если это в рублях выразить, допустим, у меня тариф дневной составляет 2 рубля за киловатт. То есть получается 7000 кВт в час умножаем на 2, это 14000 рублей. Мне надо будет каждый месяц платить, чтобы у меня в доме было тепло. А сейчас второй вариант. Дом у нас очень теплый. Толстые стены, деревянные, допустим, утепленный чердак, утепленный фундамент. Дом будет выглядеть вот так. То есть тепло у нас практически не исчезает. Но, конечно, немножко все равно теплопотери не всегда есть. Нету идеального дома, чтобы совсем теплопотерь не было. И вот предположим, что у нас теплопотери у теплого дома составляют в 3 раза меньше 3 кВт. 3 кВт в час нам надо эти теплопотери восполнить. Естественно, нам надо выбрать электрический нагреватель мощностью не менее 3 кВт, чтобы у него была выделяемая мощность. Тогда у нас в доме будет плюс 25, поддерживается. Можно, конечно, применить и 10-киловаттный обогреватель, как в предыдущем примере, поставить терморегулятор. И у нас точно так же мы будем платить точно такую же сумму, если бы мы применили, допустим, 5-киловаттный электрический нагреватель. Ну, 3 кВт в час, это у нас, если посчитать, умножить на 24, это у нас будет 72 кВт в сутки. И за месяц будет нагорать чуть поболее 2000 кВт в час. Но в деньгах это, соответственно, будет у меня, в моем случае, 4000 рублей. Вот там было 14 тысяч в холодном доме, в теплом доме всего 4000. Существенная экономия, поэтому, если у вас в доме холодно, то вам в первую очередь надо утеплять дом, утеплять стены, утеплять крышу, чердак, чтобы тепло не уходило из дома зря, чтобы не топить зря улицу. А некоторые, они делают наоборот. В доме холодно, они думают, надо купить электрокотел мощнее. Ну, конечно, чтобы зиму пережить, да, купите мощнее, поставьте. Но поток надо все равно утеплять, чтобы зря деньги на ветер не выбрасывать. Вот такие критерии по выбору электрокотла. Имейте в виду, что это все зависит от теплопотерь вашего дома. Буду рад вашим комментариям. Пишите. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok